Камера, мотор. Что еще? Задняя поверхность бедра. Здесь есть сгибатели колена. Мышцы, которые делают вот это движение. Сгибают ногу. Ну, колено. Здесь мы с вами рисовали седалищный бугор. И это важная часть. Ну, мы его как бы отметили так, относительно. Но по факту по факту седалищный бугор выглядит вот в таком формате. Мы его так относительно отметили, что знаем, что он здесь. И все эти три мышцы, которые сгибают колено, гамстринги, они крепятся к этому седалищному бугру. Гамстринги. Это группа гамстрингов. Ну, по сути, сгибания на английском. Что еще нам нужно из костных ориентиров? Больше берцовая и малоберцовая кость. Они находятся у нас малоберцовая снаружи и большеберцовая по центру. Вот этой вот массы мяса. То есть, по сути, мы должны понимать, что вот здесь у нас идет большеберцовая кость. Большеберцовая кость – это основная кость, которая формирует коленный сустав. Даже можем ее чуть больше нарисовать. Ну, я сейчас… Это не обязательно рисовать. Мне важно, чтобы вы обрисовали границы мышцы. Большеберцовая, да. Вот большеберцовая кость. Вот эта вот. Вот она. Вид сзади, так сказать. То есть, крупная здесь, мелкая здесь. И сбоку, как вы видите, малоберцовая. Она прямо прилеплена сбоку. В коленном суставе она уже не играет никакой роли. Но она там есть. Ну, как никакой. Как рычаг для определенных мышц играет. То есть, вот эта штука, которую здесь прощупаете, это малоберцовая. Так вот, группа сгибателей колена. Кампстринги. Их три. Начнем с бицепса. Потому что бицепса еще два. То есть, у головки бицепса… Ой, у мышцы бицепса две головки. Длинная головка бицепса и короткая головка бицепса. Бицепс у нас находится снаружи. Всей вот этой структуры мясной. Согнить чуть ножку. Вот мы видим четко границы всех сгибателей. То есть, вот здесь граница бицепса у нас идет. Опускай. И вот она идет в сидалишном бугарку. Вот даже чуть вот так вот. И вот таким вот образом… А, стоп, место крепления нам нужно. Место крепления у нее в сидалишном бугарку. И место крепления еще бицепса – это у нас головка малоберцовой кости. И еще одна часть крепления. Вот здесь, когда так проводите пальцами, идет залипание. Вот здесь примерно до середины вот так вот бедра, здесь ее второе место крепления. То есть, второй головки. Первая головочка у нас начинается здесь, вторая здесь. И волокна. Вот здесь вот мы сможем с вами нащупать разделение. То есть, вот оно идет, прям хорошо прощупывается впадинка. То есть, здесь… Это вызывает очень часто болезнь. Конечно, потому что между этих двух головок, между бицепсом и полусухожильной, полуперепончатой, проходит сидалишный нерв. Поэтому там будет всегда болезненно. И вот мы нашли границу, обрисовали границу. Нашли, где он заканчивается. Огни коленочку чуть-чуть. Находим, где здесь четкое разделение. Где палец проваливается, с двух сторон, ну, прям явно есть ограничение. И вот, где-то досюда в данном случае. Вот досюда здесь будет разделение. Вот у нас центр мышцы. Вот у нас разделение. Что имеется в виду разделение? Разделение между вот этими двумя мышцами и бицепсом. То есть, провалились пальцы, нашли разделение. Ну, и, соответственно, волокна у нас будут направлены вот так к малоберцовой кости. И малая головка бицепса будет точно так же к малоберцовой кости. То есть, две головки, одно место крепления. И начало два. Понятно, да? Ну, короче, раз, два. Вторая головочка бицепса. Следующее. Две мышцы. Полусухожильная и полуперепончатая. Две полумышцы. Одна полусухожильная, а вторая полуперепончатая. Сгибая ножку. И вот мы видим второе сухожилие с другой стороны. И разделение мы с вами уже находили. Соответственно, вторая мышца будет идти вплотную к этой мышце. И вот здесь уходит разделение на вторую часть. И здесь ограничение у нас будет мышцы вот где-то здесь. Вот оно тут прощупывается. И крепятся две эти мышцы. Ну, мы с вами прорисуем до сюда достаточно, но по факту они у нас крепятся к большеберцовой кости вот аж сюда. Да, образуют так называемую сухожильную гусиную лапку. Это вот они вот так получаются уходят. Вот на заднюю поверхность бедра. Вот отсюда седалищного бугорка идет бицепс, полусухожильная и полуперепончатая, ближе к центру, медиальный. И хватается вот так вот, вот здесь вот. То есть вот прямо вот тут вот они хватаются. Большеберцовой кости. Ну, соответственно, это хороший рычаг для сгибания колена. Можно их, в принципе, не разделять. Важно хотя бы для начала знать, что условно их тут две. Ну, вот таким образом разделить. Ну, вы когда схватили, вот вы сразу их обе схватили. Да, когда она сжимает, да? Вот тут прямо граница хорошо чувствуется, даже без согнутой ноги. Но чтобы прочувствовать лучше, можно просить подсгибать-разгибать ногу. Давай. Сгибай. Вот, сразу ощущается. То есть сильно далеко наружу не уходите. Да, конечно, давай, надави. Сильно далеко не уходим, потому что вот здесь у нас будет уже бицепс бедра. То есть квадрицепс ноги, бицепс, квадрицепс, бицепс ноги, он доходит вот досюда. Здесь ягодичная, и вот тут уже бицепс идет. Бицепс, квадрицепс, ребят, ну что вы ошибку мне даете делать? Вот, полусухожильная полуперепончатая. Почему так называется? Потому что полусухожильная, она наполовину стоит в сухожилии, где-то она уже вот здесь начинается. Полуперепончатая, она как бы такими отделами, отделами, и также в сухожилие уходит. Важно понимать, что вот это сухожилие, которое сбоку у коленочки, это у нас бицепс, а вот здесь полусухожильная полуперепончатая. Если здесь подольше потеребонька на согнутой ноге, вы, я думаю, нащупаете, что там есть именно два сухожилия. Ну, пощупаете еще, полазите. Поковыряете. Книгу подай, пожалуйста. Как это запомнить? Две полумышцы. Полусухожильная полуперепончатая. Три мышцы, сгибающих колено. Ну, я поверю, это еще просто. Можно еще на латыни это все дело повторить. Вот, да, я о том же. Был у меня как-то один врач на семинаре по анатомии, и она мне все время на латыни мышцы называла. Меня это в какой-то момент выбесило. Я говорю, типа, ну, хорошо, давай. Какая там вот эта вот мышца, как она называется? На латыни там она такая говорит. Я говорю, хорошо, места крепления, нарисуй на теле, иннервация кровоснабжения. Я все поняла. Вот. Но на латыни знать прикольно мышцы. Я, честно, не знаю на латыни мышцы. Хотя латынь на 4 сдал. Вот они, да? Да. Вот это в толще мышц. Вот у нас широкая фасция бедра. Вот они здесь под фасцией, под общей. Вот у нас бицепс. Вот у нас полуперепончатая. Вот у нас полусухожильная мышца. Вот так это выглядит примерно. Все это дело вплетается, как вы видите, в седальщий бугорок, и дальше крестово-бугорная связка переходит в копчику-кресту вот сюда. То есть здесь еще мощная связка есть. Вот, в принципе, и все. Вот малая головка бицепса. Вот можете увидеть ее вот здесь вот под остальным слоем. места крепления. Вот у нас задняя поверхность. Нам нужна... Что нам надо? Бицепс, да? Квадрицепс. Нет. Нам нужно... Так, здесь я уже не помню, где-то у нас... Если так-так, то вот здесь где-то бицепс. У нас латеральная, широкая, подошвенная, икроножная, малоберцовая, двуглавая мышца бедра, короткая головка. Вот где-то вот там вот. Увеличил бы я, но не получается счет. Ну, где-то вот там. То есть примерно середину бедра доходит эта мышца. Да, да, да. Ну, не начало, а она прям вот здесь большим креплением. Вот. Широкую фасу не будем рисовать. В принципе, да, зачем рисовать? Нет, пока это вам не надо. Ну, как мышцы идут. Давайте сразу икроножку захватим. Да, да, да. Носочком толкай. Вот мы видим головку икроножной мышцы. Икроножная мышца стоит из двух головочек. Выпускай. Латеральная, медиальная, внутренняя, наружная. Сегодня обозначение, да, еще надо будет проговорить, наверное? Ты знаешь. Знаем? Все знают дело латерально, где медиально. Нет, я не знаю. Нет, не все знают, не надо. Да, да, да. Латерики есть. Тут с нуля люди вообще. Вы тест проходили? Нет. Там написано, сначала тест. Я с тобой проходить ничего не прошла. Начала учить. Все учила-учила, потом тест прошла, потом приехала. Прекрасно. Носочком толкани. Тест на сайте, чтобы прийти. Ну, типа, не чтобы прийти, а проверить свои знания, насколько вам нужна анатомия. Мы создали этот тест так, что, типа, который, типа, я учился в медиа, я хирург, я анатомию знаю. Я и без теста знаю. Там очень интересные вопросы. Ну, это просто как и подготовка, да. Вот так вот надавили и нашли границу икроножки, где не чувствуется. Ну, где прям не видно сто процентов. Вот здесь вот. А, это вот что, кто рисовал? Это кость. Бедренная кость. Вот у нас две головки икроножных мышц. Начало этой мышцы. На как раз мышелках тех самых бедренной кости в тезобедренном суставе, в коленном суставе. Сейчас, сейчас, подождите секунду. Покажу. Они проходят под сухожилиями бицепса и полусухожильных и полуперепончатых мышц и уходят туда, в коленный сустав, вообще вот здесь вот. То есть они переходят оба сустава так же, как и вот эта мышца. Бицепс и полусухожильные, полуперепончатые. Точнее, да, оба сустава, в принципе. Это считается как одна мышца? Это икроножная одна мышца. Вообще там еще комбаловидная внизу. Вот, комбаловидная вместе с икроножными их называют анатомию, так, закулисно-трехглавая мышца голени. Да. Но вообще их, как бы, вот икроножная и комбаловидная. Все же отделим их. Вот, и то есть получается здесь вот так вот раз и уходит вот туда за сухожилие, вот так вот и цепляется к колену. Как это выглядит на Адольфе? На Адольфе это выглядит вот так вот. А может мы на ноге наношли? Которая съемная. Я там еще не лазил, сейчас посмотрим. Есть, есть. Не, покажите на Адольфе. Я сейчас покажу еще на картинке. Сейчас все варианты посмотрим. Можно пока ногу принести. Мне понравилось. Так, так, чтобы было прям видно. Там было видно. Вот, икроножная мышца. Икроножная мышца у нас. Видите, как она туда прямо залезает за них. Под них, как в стурке. Давай тоже я тебе покажу. Я все есть. То есть вот как бы она прям пролезает через сустав и хватается там за мышелки. Вот наш. Это проблемное место. Нога. У икроножных нет. Там больше между головок, как правило, проблемное место. Там господички образуются. Стоять. Местокрепление. Так, ну что, давай-ка сейчас икроножную снимем. Сейчас, место крепления сейчас дойдем. Надо, наверное, сначала ахилл снять. Или нет? А если вдруг коленка там стреляет, то будет, что приятно стало больно приседать. Это вопрос квадрицепсу, скорее всего, больше. Так, ладно, поехали. Все, надо разбирать, чтобы до ноги добраться. Вот, кстати, давайте, раз мы поехали к этому, подождем сейчас. Вот у нас бицепс. А, нет, это полусхожильные, полуперепончатые. Вот их две мышцы, которые уходят туда как раз. Вот мы их убираем. Вот у нас еще одна. Это у нас пол... Вот это бицепс как раз есть. Малая головка бицепса. Вот как-то тут прорисовано под четырехглавой мышцей. Это, скорее всего, тоже к бицепсу относится. И вот икроножки. Вот, как видите, здесь проходит у нас вегет-суистый пучок. Вот сюда лишний нерв. Желтый вот. Да, да, да. Вот снимаем нашу икроножную мышцу. Ну, вот она вот здесь вот так вот проходит, цепляется. Лежит над комбаловидной. Вот комбаловидная мышца. Комбаловидная мышца. Она у нас лежит под икроножной. В плане мест крепления. У нее крепление по малоберцовой и большеберцовой кости есть с двух сторон. Ну, там достаточно сложное место крепления у комбаловидной. Давайте вернемся сюда. Возвращай камеру. То есть вот у нас большеберцовая, как бы, относительно, да, у нас нарисована. Можем комбаловидную прям не рисовать. Так, чтобы было понятно. То есть у нее место крепления вот здесь, на большеберцовой кости. Ну, вообще вот так вот. И на малоберцовой вот так вот тоже место крепления. То есть два их. И вот эти три мышцы переходят все у нас. Точнее, начало мышцы. Не место крепления, начало мышцы. На малоберцовой и большеберцовой кости. И потом, как видите, она такая мощная, формируется и уходит в ахилл, в ахиллово сухожилие. А ахиллово сухожилие уже уходит к пяточной кости и цепляется к пяточной кости. Вот у нас пяточная кость. Вот эта шероховатость, это крепление как раз икроножной, комбаловидной, ну, ахилла. То есть они все формируют как бы одно место крепления, поэтому их называют трехглавой мышцей голени, потому что у них место прикрепления одно. Так же, как и на полусухожильный полуперепончатый. И, ну, поняли, короче. Так же, как и на бицепсе, даже вот так, наверное, сказать. Вот, и все они отвечают за что? За? Разгибание стопы. Но, так как икроножка у нас проходит через два сустава, значит, она в каком еще будет движении участвовать? Сгибание колена. То есть она участвует в сгибании колена и носочек. Сгибание. Нет, сгибание. Вот это сгибание. И ротация? Вот это сгибание сокращается. Ну, приближаются две кости, в коленном вставе сгибание. А то, что именно вот у нас колено уходит? Ротация? Да, ротация. Ну, смотри. Колено, во-первых, у нас как бы ходит от таза вместе с бедром. Это вот вопрос грушевидный и ягодичный. Грушевидный и ягодичный. В формате то, что колено у нас ходит вот в таком кручении, это вопрос подколенной мышцы. И полуперепончатый, полусухожильный. А в плане сгибания можно ногу согнуть вот так, а можно ногу согнуть вот так. Вот так вот у нас ногу сгибает бицепс, а вот так полусухожильная, полуперепончатая. То есть наружу внутренние мышцы, внутренне наружные. Так, наоборот, коллаборация здесь идет. Понятно, да? Ну, потому что вот он вектор. Здесь она как бы подрастянута больше. Если это прямо напрягается, то вот так вот. Поэтому, если хотите выделить какую-то мышцу, можно просить вот так подавить. Дави пяточкой, не попер, попер, пяткой попер. То это вот должен больше бицепс напрягаться, а вот так полусухожильная, полуперепончатая. Вот. Мышцы, головки икроножной мышцы. Они направлены как бы так, вот в таком формате, так, чтобы тянуть ахилл. То есть вот так выглядят икроножные мышцы. То есть они как бы вплетаются в перегородку между двух головок и хватаются за ахилл его сухожилия. И тем самым тянут пятку и носок тянется тоже. Ну как, тянем носки, знаете, да? Вот это девчонка, которая любит фотосессии. Знаешь, такое тянуть носки, да? Вот как-то так. Плюс-минус ногой. Накидали. Движения все равно идут по...